Добрый день, дорогие друзья! Рад приветствовать вас у меня на канале. На сегодняшнем видео будем делать обзор на советское гладкоствольное ружье, модель ТОС-34. Вот так вот выглядит ружьишко. Ружье старое, флажковое. То есть, что это означает? Для разборки ружья нам необходимо данный флажок опустить вниз. Разборку ружья покажу чуть позже. Разборка, кстати, осуществляется только для переноски. Полную разборку сделать не просто здесь, у нас не получится. Значит, о ружье. Ружье у нас гладкоствольное, с вертикальным расположением стволов, 12-го калибра, с вентилируемой прицельной планкой. В прицельном присутствии, кстати, на планке есть мушечка, целиком данных ружей нет. Ружье у нас дробовое. Ну, можно стрелять и пуля, и карте, еще понятное дело, но в основном считается дробовое. Так, двухспусковые. То есть, 134, как правило, бывают только двухспусковые. Одно спусковое и 134 я пока еще не встречал. Возможно, если кто видел, то напишите в комментариях. Ну, кроме самоделок, естественно. С индикаторами взведения курков. То есть, здесь возле флажка есть две латунные втулочки. Шпенька. Когда курки взведены, шпеньки поднимаются и показывают, какой из курков взведен, какой не взведен. Значит, с ружьем была небольшая проблема, не работали взводители. Сейчас уже все устранено. Я думаю, долго рассказывать, что такое ТОС-34. Я не буду, да. Эжекторов здесь нету, то есть, один сдвоенный подаватель, то есть, и для верхнего, и для нижнего канала ствола. Значит, подаватель, как я уже сказал, сдвоенный, для верхнего и нижнего канала ствола. Ружье у нас довольно-таки старенькое, уже прошло, прожило, но все равно работает еще довольно исправно. Каналы стволов довольно-таки чистые. Довольно-таки чистые, то есть, ни сыпи, ни ракови никаких нет. То есть, хозяин за ружьишком смотрел. Значит, один из курков не взводился, это у ТОС-34 часто бывает. Сейчас проблема устранена, и я думаю, мы по мешанкам сейчас проверим, как ружьишка работает, работу ружья. Ну, как я уже и сказал, проблемы были устранены, короче, курки взводятся. Ну, и сейчас проверим работоспособность. Там вот две мешаньки у нас получаются, и телевизор такой. Начнем с телевизора, наверное. Открываем, взводим, ружье в сведену, два патрона. Да, видите, у ТОЗа, для досылания второго патрона, надо слон немножко подавать вниз. Флажок для открывания канала стволов всегда надо пододвигать. Я немножко ее пододвигаю. Ну и что, снимаю судоохранитель и приступим. Два выстрела. Давайте не с телевизора, давайте начнем с левой мишени, с пластмассовой. Ну, вот как бы мишень и закончилась, да. Давайте теперь по правой, вот тут еще осталось. Или нет, давайте теперь зарядим один патрон. Как мы знаем, у ТОЗа передний стусковой крючок отвечает за нижний ствол, задний стусковой крючок отвечает за верхний ствол. Два скрепа патрона подводника. И продолжим. Теперь по левой мишени. По правой. Все, съемки готовы. Вот так вот он стреляет дуплетом, грубо говоря. Это я специально так стрельнул. Заряжаем. Еще два патрона минус. Ну и теперь, думаю, что по телевизору. Я кусочек, наверное, и для зрителей инстаграма вырежу. Ну что, телевизор, да, у нас. Начнем так же самое. Два выстрела, два подряд. Вот так вот работает, короче, ружьишко. Стрельба нормально, мне понравилось как бы. Отработало хорошо. Я думаю, больше тратить под боеприпас не будем. Нет, абсолютно никакого смысла. Отработало все хорошо. И я думаю, что все подальше будет нормально. Все. Большое спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик, чтобы получать новые уведомления. Уведомления о новых видео. Все. До свидания. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.